здравствуйте дорогие мои дети волшебного пластика завершил я свой проект лага 3 от компании модели 48 масштабе хочу поделиться с вами итогами этой работы обсудить что получилось что не получилось ну и в целом как бы еще раз рассказать свои впечатления модели соответственно давайте начнем с того что у меня получилось в этот раз удалось сделать качественную проливку то есть вот я наконец научился с ней работать вот хорошо видно на элеронах неплохо видно на нижней части корпуса собственно секрет просто дело в том что раньше когда я пытался работать с проливкой а и не давал хорошо просохнуть боясь что но останутся следы а наоборот весь цимиз в том чтобы дать ей хорошо просохнуть и потом стирать ватной палочки свой цепиритом то есть она хорошо стирается с глянцевого лака но остается в пазах ну скажем так углублениях и имитирует как раз таки затенение расшивки это первый вопрос второй момент который у меня получился я сам делал маски для фонаря кабина и в целом получилось довольно неплохо до этого я часто пользовался масками уже готовыми ну вот видно на самом деле что немножко все равно залил но в целом получилось все достаточно ровно и наверное из всех моделей самолетов которые я собирал данный фонарь он наиболее прозрачный то есть здесь тоже есть определенный прогресс первый раз на самом деле пробовал наносить вот этот ранний советский камуфляж такой черный зеленый соответственно первый сюрприз но не сюрприз даже как это сказать осознание вот этого черной краски философии это черной краски дело в том что на боковиках на картинках она выглядит как темно-зеленая соответственно я долго не мог понять что на везде маркируется как черная но выглядит как темно-зеленая оказывается черная краска с низкой укрывистостью когда ее наносишь она как раз таки создает вот такой темно-зеленый эффект соответственно делал эти пятна с помощью маскирующей ленты тем такая очень спорная все-таки лучше использовать эти пластинчатые таки patafix он по-моему называется или как-то в этом роде потому что под маскирующую ленту краска регулярно заливается поэтому здесь есть у меня не очень удачные моменты вот здесь хорошо видно краска залилась вот на киле видно тоже залива краски и это ну как бы немножечко портит модель что поделок получилось так получилось все мы находимся на пути совершенствования поэтому на других моделях я уверен получится лучше соответственно что у меня не получилось вот я что не понял в этой модели вернее как ну понял я встречался такой концепции но она здесь сделана не очень удачно это структура сборки винта то есть вот видите он состоит из двух частей и и вот все равно остается вот этот зазор и он проявляется когда уже в общем то шпаклевать его бесполезно соответственно я думаю что может быть покрашу вот этот ободок в черный и тогда не будет заметно это прогало ну просто так он смотрится очень некрасиво может быть еще придется как бы дорабатывать если соберусь это то что не понравилось что еще не понравилось вот шасси пришлось немножечко колхозить вот это вот косая распорка она у меня вот не оригинальная это я сделал из какого-то другого набора дело в том что оригинальная у меня провалилась внутрь фюзеляжа через дырочку там как-то сделано не очень хорошо я как бы когда прилаживала и она мне раз туда провалилась вглубь и все и как бы ну достать ее на готовые модели практически уже нереально поэтому пришлось вот как бы делать так это как бы серьезные прокол модели дальше не уверен что у меня как бы все получилось с масляными точками ну как бы видите он такой немножко с перебором получился с желтым цветом камуфляж это я пробовал работа с масляными точками но получилось не очень хорошо причем здесь более как бы нормально а вот здесь вот что-то я перемудрил здесь вот похоже кого-то вытерто до дерева ну или там до фанеры до древесины а здесь как будто бы просто кто-то натоптался в грязных ногах соответственно вот технологию масляных точек надо еще будет отрабатывать что еще накосячил немножечко с сборкой модели забыл про шкассы видите только дырки есть самих шкассов нет ну ладно будем считать что они в глубине в тени скрылись вот немножко накосячил с покраской видите как здесь есть металлический лист на самом деле он не выгорал до металла на серийных лагах но всегда был цветом краски я что-то по аналогии с лапятом где он без такого просто из металла из неокрашенную сделал мы решила здесь покрасить не то чтобы это конечно сильно портит модель но как бы немножко цепляет за копийность вот как то так кстати по поводу масляных точек не очень удачного формата не очень удачной технологии вот на основном стабилизатора это прям хорошо видно что белый цвет пожелтел весь ну как бы я живи я кучись вот что еще давайте немножко поделюсь своими впечатлениями от модели я кстати решил что на видео наверное бессмысленно ее показывать там крупными планами какими-то я постараюсь ее отфоткать и разместить в статье у себя в дзене если что там заходить туда через какое-то время там статья появится с хорошим качеством фотографии соответственно теперь впечатление от модели в целом я уже говорил что модель мне понравилась и ну для своих денег она достаточно хороша я читал критику этой модели там это осиевская модель которая потом перепакована моделистом все понятно все читал и по поводу того что у нее есть косяки там какие-то в геометрии по поводу того что она какие-то вещи там по в масштабе не соблюдаются какие-то есть моменты связанные с неточной к не копийной передачи каких-то узлов да понятно но здесь надо подойти немножко философски лично меня это не особо волнует я не собираюсь делать за производителя его работу и переделывать какие-то там глубинные ляпы с точки зрения прототипа я уже с этим поработал на примере архангельская линкора архангельск вот мне хватило соответственно сейчас у меня в моей философии моделирования это брать вещи из коробки там каких-то вещах разумных и отрабатывать на то что но она как бы не не требует большого большой трудоемкости переработы а то что как бы уже как бы занимает много времени ну как бы у меня уже как бы нет на это ни сил ни времени ни желания есть как бы другие дела в реальном мире помимо скажем так хобби скажем так если моделист настолько принципиален что он готов за это все биться то ну наверное ему прямая дорога в какая-нибудь компанию закиемара где одна модель там стоит по 20 тысяч рублей и там вот как бы у него все будет нормально никаких там внутренних конфликтов с производителем у него не будет а тут как бы покупая модель за 800 рублей но надо понимать что вы от нее не получите качество там фотографического с реального прототипа тем более реальной машины в целом я как бы всегда говорю что я не гонюсь за чрезмерной копийностью тут как бы всегда идет такое измерение вопрос удовольствия от сборки вопроса времени то есть если модель затягивается если сборка модель затягивается ну как бы она уже как бы теряется весь кайф и от ее от процесса то есть теряется новизна некая но соответственно это эту модель покупала в рамках своего лавочкин челленджа где как я говорил хочу как бы собрать целую линейку машин лавочкина и для этих целей для того чтобы посмотреть как это и как этот самолет как это семейство самолетов эволюционировал там из лагов 3 там в 11 вот для этих целей как бы модель от моделист она вполне себе хороша это дешевый вариант с неплохим качеством вот соответственно все что я наверное имел сказать по этой модели на данный момент поэтому будем смотреть дальше что получится у меня уже лежит следующая модель для лавочкин челленджа это опять с горгротом ранний соответственно скоро будет обзор на его распаковку а пока всем спасибо спасибо за просмотр всем пока